Здравствуйте! В эфире «Экономика» – программа, в которой мы не просто считаем деньги, а анализируем процессы с точки зрения цены. Сегодня в выпуске. Китай инвестирует в добычу полезных ископаемых. На юге страны нашли значительные залежи цветных металлов. Финансовые институты страны наращивают собственный капитал впервые за последние три месяца. И о том, как товары широкого потребления связаны с национальной безопасностью – в нашем аналитическом обзоре. О бытых и других темах экономики в ближайшие 10 минут. Ягульна Рожен-Догулова. Начнем. В Кентау активизировались геолого-разведочные работы. На месторождениях обнаружены залежи свинца, цинка, меди, рассыпного золота, борита, сообщает Курсив Кейзет. Напомним, в прошлом году в Кентау геолого-разведочные работы были начаты на медном месторождении Козолота. По предварительным данным, там залегает около 650 тысяч тонн меди. Новое производство создано на базе Ачесайского металлургического завода. Китайские инвесторы выкупили остатки предприятия за 64 миллиона долларов и планируют начать работу в следующем году. Первичное обогащение руды сейчас делают на станции Бадам, где строят производство по первичному обогащению. В Шемкенте компания приобрела отходы свинцового завода в объеме 828 тысяч тонн за 24 миллиона. Страховые организации на конец сентября текущего года увеличили свои активы на 7% год к году. Общая сумма достигла 988 миллиардов тенге, пишет интернет-издание Финпром Кейзет. Годом ранее показатель составил 923 миллиарда тенге при годовом росте на 8,6%. Наибольший прирост активов в соответствующем периоде сразу на 28,8% наблюдался в 2015 году. С 603 миллиардов до 777 миллиардов тенге. За сентябрь совокупный капитал банков Казахстана вырос на 2% и составил на конец месяца 2 триллиона 900 миллиардов тенге. Ранее три месяца подряд наблюдалось сокращение в августе на 0,6%, в июле на 5,8%, в июне на 0,7%. Как сообщает аналитическое издание Рэнкинг Кейзет, за год совокупный собственный капитал БВУ Казахстана показал рост на 1,3%. Напомним, в 2017 году в аналогичном периоде годовой рост достигал 3,9%, в 2016 сразу 15,7%. Уставной капитал БВУ за последний год, напротив, сократился на 15,6% до 1,5 триллиона в тенге. Годом ранее был зафиксирован рост на 12,5%. При этом собственный капитал отечественных финансовых институтов за год вырос у 24 из 28 банков. Экономика любого государства начинается с самого простого – людей. Именно человеческий капитал определяет в современном мире успех развития и дальнейший потенциал роста. Также немаловажна и забота государства о своих гражданах. Необходимо обуть, одеть, накормить и добиться того, чтобы приоритетный перечень для удовлетворения потребностей человека состоял из товаров отечественного производства. Сегодня о том, как в Казахстане намерены возрождать производство товаров широкого потребления. Развитие экономики простых вещей в Казахстане приобрело новый импульс после того, как глава государства акцентировал свое внимание на несырьевом секторе экономики и экспортоориентированности таких товаров в своем последнем послании народу Казахстана. Экспортоориентированная индустриализация должна стать центральным элементом экономической политики. Правительству необходимо сфокусироваться на поддержке экспортеров в обрабатывающем секторе, прежде всего. Наша торговая политика должна перестать без зубы. Необходимо придать ей проактивный характер, направленный на продвижение наших товаров на оригинальные мировые рынки. Одновременно надо помогать нашим предприятиям осваивать широкую номанкатуру товаров, народного потребления, развивать так называемую экономику простых вещей. Развитие производства товаров широкого потребления и экспортоориентированной продукции продиктована нашей стратегией ухода от сырьевой зависимости. За прошлый год только треть поступлений в бюджет от экспорта пришлось именно на несырьевой сектор. Такую ситуацию должны изменить в корне, считают эксперты. Обладая колоссальным потенциалом в выпуске продукции, при этом не импортируя сырье, отечественная промышленность никак не развивает проекты высокого передела. А это в свою очередь не только создание новых производств, рабочих мест и рост благосостояния граждан, но и в первую очередь национальная безопасность. Я вспомнил события прошлого года, когда у нас был дефицит авиационного топлива в стране. И статистика говорит о том, что мы 50% необходимого авиационного топлива закупаем в России, за границей. Это стратегически важный продукт для страны, который может грозить транспортным коллапсом. В случае возникновения какой-то войны, может быть нарушено все авиасообщение внутри страны. Поэтому развитие таких отраслей, развитие экономики простых вещей, в первую очередь вопрос национальной безопасности, во-вторых, это вопрос продовольственной безопасности, так как мы как минимум должны обеспечивать себя едой. И в-третьих, цена эпохи нефти уходит, и у нас никогда уже не будет таких цен, как 150 долларов за баррель нефти. И мы должны диверсифицировать нашу экономику, должны стараться обходиться без трансфертов из национального фонда. На реализацию программы построения экономики простых вещей в Казахстане предусмотрена государственная поддержка в виде субсидий. На эти цели в ближайшее время дополнительно направят 500 миллиардов тенге. Кроме того, промышленников поддержат и так называемыми льготными кредитами. На реализацию приоритетных проектов Национальный банк предоставит долгосрочную тенговую ликвидность в размере не менее 600 миллиардов тенге в национальной валюте. Данная программа – это возможность для отечественных производителей открыть производство востребованной продукции. Однако ее продвижение на внутреннем рынке зависит от компетенции самих производителей. Также нашим производителям придется столкнуться с высокими запросами наших граждан к качеству приобретаемой продукции. Поэтому данная программа одновременно дает помощь, так и новые вызовы для наших предпринимателей, с которыми они должны справиться самостоятельно. Эксперты отмечают, что не нужно ждать ее минутного всплеска производства отечественных товаров широкого потребления. Для этого необходимо время. По их оценкам, первые производства, вероятнее всего, будут открыты уже к концу следующего года. Сначала будет определена номенклатура приоритетных товаров, под которую будут выделены государственные субсидии и кредиты. И, как подчеркивают аналитики, в первую очередь это именно тот спектр продукции, который будет помимо востребованности на внутреннем рынке пользоваться спросом и за пределами страны. Между тем, отечественным предприятиям придется решить сразу несколько серьезных проблем. Первая проблема, которую я бы выделил, это то, что наши соседи страны Евразийского союза, Россия и Беларусь, уже используют эту политику экономики простых вещей. И так как между нашими странами нет таможенных пошлин и никаких барьеров, то вот может возникнуть такая конкуренция внутри этих трех стран. И наши производители могут проиграть эту конкуренцию производителям из России и Беларуси. Это первая проблема. Вторая – это нехватка квалифицированного персонала. Это очень большая проблема, и государство тоже должно решать эту проблему путем обучения. Программа развития производства товаров широкого потребления будет способствовать увеличению числа занятого населения, усилит востребованность профессионального обучения и поможет диверсифицировать экономику страны. Некоторые эксперты и вовсе заявляют, что экономика простых вещей может стать именно тем локомотивом, который обеспечит рост в целом. Это была экономика программ, в которой мы не просто считаем деньги, а анализируем процессы с точки зрения цены. Ягульна Рожандогулова. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова